Дорогие братья и сестры, сегодня на библейском портале Экзегет мы говорим с вами о удивительном, уникальном празднике, празднике Покрова Пресвятой Богородицы. Вот его значение, его ценность для нас очень трудно выразить словами, особенно для русских людей. И вот интересно, что есть такая статистика построенных храмов в честь святых угодников или церковных праздников. И если посчитать все храмы, посвященные Божией Матери, допустим, Успенские, Веденские, в честь каких-то икон, Казанские, Владимирские и так далее, то оказывается, что больше всего на Руси посвящено храмов Покрову Пресвятой Богородицы. То есть вот для русской души этот праздник особенно близок и дорог, потому что если вот другие праздники, они посвящены либо событиям из жизни Пресвятой Богородицы, вот как она родилась, да, или ее успение, когда она уже перешла в вечность и стала еще ближе к Спасителю, либо мы вспоминаем Божью Матерь в связи с какими-то господскими праздниками, Рождество Христово или Сретение Господнее, когда она на своих руках приносит Богомладенца в храм для посвящения Господу, то праздник Покрова говорит об отношении Божьей Матери к нам. Вот как именно она к нам относится? Относится она как покровительница, как защитница. И оказывается, все мы находимся под ее божественным амафором. История праздника такова. Во время жизни святого Андрея, Христа ради Еродиева, он жил при императоре Льве в Константинополе. И вот столицу Византии осадили варварские полчища. Конечно, воины в те времена шли постоянно, и в каком-то смысле это было одно из таких вот рядовых событий, но в данном случае это была не просто война, а столицу осадили. И люди уже не знали, что делать, и вот собираются все в храм на молитву. А это был Влахернский храм. Влахернский храм, он находился в местечке Влахерны, это царская резиденция, рядом с бухтой Золотой Рог. И вот этот храм отличался тем, что там находилась Риза Божией Матери, вот такая уникальная святыня, связанная с жизнью Пресвятой Богородицы. И именно там совершалось вот главное служение, и святой Андрей вместе со своим учеником Епифанием, с другими людьми присутствовали на службе, а совершалось всеночное бдение. В прямом смысле всеночное, то есть вечером начиналось, утром заканчивалось. И вот в четвертом часу утра святой Андрей вдруг увидел, у него открылись очи души, и он увидел, как в храме по воздуху идет сама Пресвятая Богородица, справа от нее святой Иоанн Креститель, слева святой апостол Иоанн Богослов. Это вот два таких святых, которые имели особую близость к самому Христу, потому что Иоанн Претечи его крестил, встретил и был первым таким вот главным провозвестником Христа. А апостол Иоанн, ну вот как можно все-таки заключать из Евангелия, был таким вот выразителем Духа Христова, как Духа Любви. И понятно, почему они близки и Божией Матери, потому что она, ее вот сердце материнское всегда выражало только Дух Любви, а где Любовь, там и сострадание. И вот из сострадания к этим молящимся людям, находящимся в опасности, она является сама в храме, и за ней следуют еще ангелы и многочисленные лики святых. И вот когда она оказывается возле алтаря, то она снимает со своей головы амафор, то есть покров, покрывало, и распростирает над молящимися в храме, и сама погружается в такую усиленную молитву о людях. И вот святой Андрей, будучи исполнен такого благоговения особого, священного страха и трепета от этого видения, обращается к ученику Епифанию, видит ли он это явление, и он тоже, оказывается, и ему это открылось, он тоже увидел явление Божией Матери. И вот когда Пресвятая Богородица закончила свою молитву о людях, то она вместе с ликами святых восходит на небо, а святой Андрей продолжает чувствовать вот эту вот Божию благодать, которая осталась в храме вместе с явлением Пресвятой Богородицы. И надо сказать, что достаточно быстро полчища врагов отступили от города, Константинополь был спасен. И вот смысл этого события заключается в том, что во всех самых трудных жизненных обстоятельствах, когда кажется, что выхода нет никакого, у нас всегда есть особая заступница, покровительница, которая за нас предстоит перед Господом Иисусом Христом. Вот как во время распятия Христа она была здесь же, при кресте, и безмолвно предстояла и своим сердцем сострадала своему Сыну, страждущему за грехи людей. Вот так уже после воскресения Спасителя она предстоит перед уже воскресшим Господом и ходатайствует за нас, чтобы мы миновали все вот эти вот жизненные земные страдания, но самое главное, наверное, чтобы мы через эти вот страдания вышли духовными победителями. И вот такими победителями оказываются люди, подобные тому же святому Андрею, апостолу Иоанну Богослову, которые вместе с Божьей Матерью, потому что в своей жизни являют дух любви, по подобию самой Богородицы. И вот смысл этого праздника, повторю, он заключается в том, что мы не оставлены, а у нас есть защитница, заступница. И поэтому иконы Пресвятой Богородицы всегда имеют вот свой особый стиль. Обычно на иконах Божьей Матери что мы видим? Что Пресвятая Дева держит на своих руках богомладенца, о нем оказывает такую заботу, молитвенно смотрит на него, а на иконе покрова она тоже держит покров. И этот покров она простирает над всеми нами. Вспоминается такой случай из жизни. Наш современник, молодой человек, который учился на режиссера, вот он рассказывал, как когда он служил в армии, то в один день он был очень и очень уставшим, а его поставили нести какую-то караульную службу ночью. И настолько его клонило в сон, что и сил не было, что он не выдержал. Зашел в какую-то будку, прилег, положил голову между какими-то там двумя предметами, даже уже сил не было рассматривать, и уснул, погрузился в сон. Оказалось, он зашел в трансформаторную будку, и вот эти два прибора, там были оголенные провода, так что он мог прикоснуться, вот если бы он вправо или влево голову наклонил. Но когда вот он погрузился в сон, то он выспался, но во время сна он видел, что Божья Матерь поддерживает его голову. Он почувствовал вот эту материнскую заботу при Святой Богородице, а под утро пришел другой солдат и скорее его разбудил и говорит, «Ты что, ведь здесь же оголенные провода». И вот тогда он понял, что сама Божья Матерь его спасла, а он ведь даже не думал об этом, он даже не возносил каких-то молитв, но и тогда Пресвятая Богородица, она помогла, потому что вот об этом как раз и говорит праздник Покрова, что она заботится о нас даже тогда, когда мы не думаем об этом, вот как мама заботится о детях, невзирая на их поведение. И Покров Божьей Матери, вот вся суть этого праздника в ее жертвенной заботе. Это то же самое, как вот, скажем, во время дождя мама будет зонт не над собой держать, а над маленьким ребенком, или когда она согревает своим теплом болеющего ребенка. Вот так Пресвятая Богородица держит свой покров над нами, чтобы защитить нас от всяких бед. И поэтому вот это событие в истории христианской, особенно для русской души, стало значимым. И уже с XII века появляются храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Вот Святой Андрей Боголюбский, тот самый знаменитый князь, который уже ближе к Москве, во Владимирские пределы, привез знаменитую чудотворную икону Пресвятой Богородицы, которая известна нам как Владимирская икона. Именно он построил первый храм в честь Покрова Божьей Матери. Это знаменитый храм Покрова на Нерле, который отличается своими вот просто чудными пропорциями. И ученые удивляются, насколько гармония и золотое сечение, вот эта золотая пропорция выражена именно в храме Покрова на Нерле. Вот этот храм, он как тоже выражение русской души, устремленной к небу, ввысь, вот как пламя свечи устремляется вверх. Вот так русская душа устремляется вверх, но посвящает себя во многом прежде всего Божьей Матери, как нашей небесной заступнице и ходатайце. И дай Господь всем нам помнить, что Божья Матерь свой Покров никогда от нас не отнимает. И наша задача просто вот не выскакивать из-под этого Покрова, то есть стараться все-таки не совершать каких-то тяжких таких вот грехов, которыми мы себя отсекаем от церкви и лишаем в каком-то смысле помощи Богоматери, и в любой ситуации обращаться к ней, молиться от самого сердца и говорить «Пресвятая Богородица, заступница небесная, спаси нас грешных, не лиши нас Твоего Божественного Покрова, спаси и помоги нам грешным». С праздником, дорогие братья и сестры!